Итак, здорово всем. Снова я оказался в этом лесу. Я думал, сегодня никого здесь не будет, но, блин, в воскресенье, и сегодня здесь народу больше, чем, наверное, в центре города. Еще и холодно, причем погода такая холодная. Но здесь ветра не засовы, потому что я в лесу нахожусь. Поэтому я, собственно, сюда и пришел. Когда уже долго начинаешь снимать видео, понимаешь, куда нужно идти для того, чтобы погода соответствовала тому, что ты делаешь. Ну, понимать, о чем я, да? Я хотел затронуть такую тему, что дисциплина сна у меня очень сильно страдает. Я уже вообще в последнее время, вот сегодня, допустим, вообще не спал. То есть я практически до 4 утра просидел за компом, лег, полежал, и, короче, не смог заснуть, и вообще я, короче, не могу спать. Уже ни таблетки мне не помогают, ничего не помогает. Я не знаю даже, что уже делать. Я уже начинаю, как бы, у меня нервоз какой-то начинает. Я все время нервничаю, потому что не досыпаю. Все время какое-то вот у меня вот эта моя болезнь проявляться начинает из-за того, что я не досыпаю. Я не знаю уже, что делать на самом деле. Это очень тяжело, вот эту дисциплину сна держать. И это в одно и то же время надо ложиться, в одно и то же время нужно вставать. И это очень тяжело на самом деле. Еще вот добавляет к депрессии, так скажем, еще большую депрессию, так скажем, подавленность. Потому что у тебя все время такое состояние какое-то некомфортное. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Вообще, на самом деле, я думал, реально здесь никого не будет. Меня просто вот это еще тоже удивило, то, что здесь так много народу гуляет в этом лесу. Ну, понятное дело, что лес, это, конечно, хорошее дело, благородное, погулять, как бы, да, подышать свежим воздухом. Но не столько же народу, блин, я не знаю, я человек 20, наверное, насчитал, пока сюда дошел до этого места, где реально никого хотя бы нету. А то я не уверен, что здесь никого нету сейчас, в данный момент. Прервал запись, блин, потому что какие-то два черта старых появились. Не знаю, почему-то у меня к старым людям уже отношение какое-то прям сильно негативное, потому что они постоянно лезут в кадр, постоянно хотят что-то ко мне пристать, что-то каким-то меня террористом, шпионом, я не знаю, каким-то закладчиком или еще кем-то выставить. Я не понимаю на самом деле. Так вот, о чем я говорил. Почему я не могу сдвинуться с места и сделать какой-то шаг? Может быть, этот шаг для меня и будет самообман? Почему? Потому что я все время об этом думаю. Может быть, это должно натурально происходить? То есть, это должно происходить само собой? То есть, я не должен делать какие-то сильные прям усилия для того, чтобы изменить свою жизнь? Я так считаю. Жизнь сама должна меняться сама по себе. Вы понимаете, о чем я, да? То есть, ну, это понятное дело, что это глупая теория о том, что если ты ничего не будешь делать, ничего не поменяется в жизни. Ведь у других людей они не делают так много, но жизнь у них меняется в лучшую сторону, не как у меня. Получается, то, что я хочу поменять так сильно жизнь и постоянно зацикливаюсь на этом, мне кажется, от этого только лишь моя жизнь не меняется, что я сильно много думаю, зацикливаюсь. И все, прическа моя мне не нравится сегодня, потому что я ненавижу вот эти капюшонные шапки. В общем, короче, холодная пора, это не моя пора явно. Ну, понимаете, о чем я, да? Потому что волосы, это единственное, что меня молодит. Что тут могут еще за мотоциклисты уже, собственно, зимой практически ездить? Меня вот это еще тоже удивляет больше всего в жизни. Вообще не понимаю вот этого вот. Постоянно какие-то вот эти взаимодействия. Даже уйдешь от цивилизации, постоянно какие-то взаимодействия. Я не знаю. Ебаный. С другой стороны, тоже надо менять жизнь. Хватит уже быть бедняком всю жизнь, так скажем. Сука, ебаный козел. Жизнь вот эти копейки, вот эти драчу, вот эти копейки. Все время у меня нет денег. Это просто удручает, так скажем. Ну, понимаете, о чем я, да? И, блин, реально, хватит уже, надо начинать жить. Хватит уже существовать. Надо начинать жить. Я уже какое видео, я уже год целый снимаю видео, и все никак не могу начать жить. Потому что я не могу сдвинуться с места. Начальник, если ты смотришь это видео, дай мне шаг. Понимаете? Дайте мне этот шаг, чтобы я уже сдвинулся с мертвой точки. Ну, понимаете, о чем я, да? У меня еще мама легла в больницу сейчас. Ну, это такое обследование, как говорится. Не то, чтобы ей плохо стало, там, сильное и прочее. Легла в больницу, там я ее навещаю, как обычно, как положено. Все как нормально, как и должно быть. И вот даже когда ее дома нет, у меня как-то уже скучно стало. Вот как начинаешь скучать по человеку, который постоянно рядом с тобой, да? Ну, понимаете, о чем я, да? То есть вот просто вот человек есть все время, и раз его там на две недели не стало с тобой рядом. И вот, ну, я, наверное, да, маменьки и сынок говорили. И я, как сам говорил, да, про себя. И я этого не стесняюсь, в принципе, ну, а что в этом такого? Люди разные бывают, бывают такие, как я. Поэтому ничего такого нет. И вот то, что она там в больницу легла, это вот тоже какая-то грустная стала на меня. Не знаю, какой-то вот прям каждая вот, каждая деталь жизни, вот что-либо не произошло. Знаете, когда идешь по ровному течению, ты знаешь, что сценарий вот у тебя есть, и какое-нибудь отклонение от сценария, которое ты не ожидаешь, сразу какую-то печаль тебя обгоняет, депрессию. Или вот, допустим, идешь по улице, да, для кого-нибудь человека, кто-нибудь с тобой заговорил, ну, просто спросил время, да. Для обычного человека это, ну, просто спросил время, да. И для меня, и для меня, если спросили время, кто-нибудь что-нибудь там ко мне пристал, или еще чего-нибудь типа того, для меня это целое приключение, я об этом полдня буду думать. Ну, понимаете, о чем я, да. Поэтому я такой человек, у которого, если что-то меняется в жизни, что-то происходит, то даже мелкое, я на это очень акцентирую внимание. Ну, понимаете, о чем я, да. Быть с кем-то и быть не свободным, в кавычках, и быть не с кем и быть свободным тоже, в кавычках. Ну, понимаете, о чем я, да. Это какая-то заумная теория того, что я думаю, так оно и есть. Потому что, когда у меня были отношения, я не был свободный. У меня даже YouTube-канала не было, если у меня были отношения сейчас. Я думаю так. Потому что я шизоидку такую не нашел. Он понимает, о чем я. А то многие пишут там в комментариях, типа, о, наверное, тебе кто-то там в девчонах пишет. По-любому там в натуре есть, у тебя все четко налажено. По-любому ты там в телеге общаешься. Никто мне не пишет. Я нафиг никому не был, не нужен и никогда не буду нужен. Но это, в принципе, и хорошо. Потому что чем меньше меня знают, тем лучше. Ну, понимать, о чем я, да? Я имею в виду в плане того, что взаимодействие с людьми. Зачем вот эти взаимодействия? Есть YouTube-канал, есть контент. Просто смотреть видео. Зачем общаться? Я человек, как говорится, нелюдимый. И мне общение вот это в реальной жизни, оно... Оно меня напрягает очень сильно. Я не знаю, почему. Я сильно от него устаю. Ну, понимать, о чем я, да? Я думаю, такие люди, много людей, каких-то, как я, тоже есть. Естественно, свои годы я ничего не нажил. Жизнь бессмысленна. Я не вижу никакой даже не то, чтобы малейшей цели. Я просто как бы проживаю вот этот вот остаток своего существования для того, чтобы быть просто. Не знаю, просто чтобы быть. Не знаю, вот знаете, есть что-то, что просто есть. Вот как камни там, я не знаю, камни на воде лежат там, где вот эти все листики, вот эти вот деревья, вот это все. А оно же просто есть. Вот так же я, как вот это дерево, которое здесь могло стоять, так же я мог быть в роли этого дерева. Может быть в следующей жизни, если верить в реинкарнацию, я тоже буду деревом. Буду стоять здесь вот так вот и не буду никому нужен. Так же, в принципе, у меня в жизни и происходит. То есть вот это просто, когда долго-долго-долго уже сидишь дома. Тем более, я вот сейчас, особенно вот у меня, знаете, 33-й день сегодня будет, как я пью пиво уже подряд. Каждый день, каждый день, каждый день. Внешний вид мой испортился, естественно, очень сильно уже. Потому что у меня уже, я вижу, и пивной живот начинает расти, и рожа уже не такая, как говорится, не первой свежести. И вот эта проблема, она меня больше, может, удручает еще. Из-за этого у меня сон портится, наверное, скорее всего. Хотя многие говорят, что типа, вот да, может, если ты выпьешь, ты будешь лучше спать, там еще что-нибудь типа того. Но со мной это так не работает. Вот меня еще удручает то, что у меня вот такая склонность есть к тому, что все-таки я могу стать алкоголиком. Тем более, еще я одинокий алкоголик. Это еще хуже, чем может быть. Ну, понимаете, о чем я, да? То есть я не доживу точно до 50 лет, 100% от них доживу. И своей смертью я, естественно, не уберу. Ну, как сказать, своей смертью, опять же, если я умру от пожара, это тоже является своей смертью. Потому что я буду, так скажем, я буду тем, кто эту смерть, так скажем, себе сам устроил. Ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому я думаю, вот эта проблема моя с алкоголем. Может быть, это просто потому, что у меня нет увлечения, я не могу, у меня нет концентрации внимания, понимаете? Я не могу посмотреть фильм какой-то, реально, я вот 100%. Вот я недавно смотреть начал фильм какой-то, там, и реально вот просто, знаете, вот это еще ожидание до 12 часов ночи, когда ты начинаешь пить, потому что родители мне не разрешают пить, это понятное дело, и пить, не курить не разрешают, это понятное дело, я все втайне делаю. Но вот это ожидание до 12 ночи, я просто включаю уже какой-нибудь фильм, знаете, и чтобы он шел 2 часа, хотя бы там с 9 вечера я начинаю смотреть этот фильм, он 2 часа идет, пофигу, хороший, нехороший. Я его уже смотрю, лишь бы время это прошло до 12, и я уже начал пить спокойно, и потом уже дальше до 4 утра я пью, ложусь спать, потом иду на работу, то есть 3 часа сплю и иду на работу, ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому, блин, я не знаю вот это, куда меня заведет все, мне кажется, это вся дорога куда-то в никуда, ну, понимаете, о чем я, да? Даже если я уеду куда-нибудь в другой город, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, как в математике, ну, понимаете, о чем я, да, математика, алгебра, геометрия, там, это все очень сложно, для меня, потому что я даже таблицу умножения не знаю, алфавит не знаю, но я очень глупый человек именно в плане учебы, понятное дело. В большой город переедешь, ничего не будет, кто тебе на блюдечке с голубой каемочкой не поднесет деньги, ну, понимаете, о чем я, да? Там еще сложнее будет, чем здесь, здесь хотя бы хоть какая-то база у тебя есть именно в плане того, что ты хотя бы дома находишься, у тебя есть свой дом, есть там, где причалить, так скажем, да? А там вообще ничего не будет такого, и поэтому я думаю, что это будет намного хуже, вы понимаете, о чем я, да? Еще постоянно люди меня принимают за кого-то наркомана. Почему вы все время принимаете меня за наркомана? Я не понимаю, вот люди, которые даже смотрят, да, которые даже в комментариях многие пишут, типа, «О, ты по-любому наркоман, натуре же есть», ну, блин, натуре, эй, ну, что вы так судите все по обложке, никого не наркоману, вообще к наркотикам вообще не отношусь никак». То есть, ну, кто-то скажет, «Алкоголь, это тоже наркотик!» Блин, вы не сравниваете алкоголь, который доступен в магазине, от которого ты выпьешь, у меня даже похмелья от пива нет. И вот то, что они там по Вене гоняют, вот здесь шприцы, не шприцы, вот это все. Это совершенно другое. Как вы можете сравнивать и все склонять к одному? Это бред полный, ну вы понимаете, о чем я, да? Все равно, что артиста театра взять, который играет там, подкрашивается, вот губы себе там подкрашивает, там делает макияж для того, чтобы выпускать, выступать на сцене, да? И вот который долбится в одно место. Это все то же самое получается, вы все к одному склоняете. То есть голубой, он и есть голубой, да? Если люди так просто, как говорится, узколобо смотрят на все вещи в мире, то тогда пускай будет так. Я, в принципе, как был наркоман, наркоман пофигу, как говорится. Опять же, Новый год скоро, да. Сегодня уже вот, когда я снимаю видео, данный момент, 17 ноября, Новый год. Новый год, естественно, проведу в одиночестве, дома. Даже стрим запускать, наверное, скорее всего, не буду. Потому что, ну я не знаю, посмотрю, может буду, может не буду. Потому что, я не знаю, вот еще даже выходишь, когда на улицу, когда в Новый год, раньше, когда я еще был там в отношениях, туда-сюда, был нормальным нормисом, так скажем, да? Выходил на улицу, вот эти счастливые лица, все время все радуются. Эй, уй, ай, ой. И я вот все время не понимал, чему они радуются. Тем более сейчас у меня настала такая пора, когда я особо не радуюсь. Вообще прошлый год у меня был плохой. Вот смотрите, 23-й был очень плохой год, 24-й очень плохой год, а 25-й, я думаю, вообще последний мой год будет. То есть я живу последний год, можно сказать, как. Потому что я больше даже уже не хочу, не хочу жить. Я не хочу просто тратить вот это время, которое было отведено мне, может быть, на то, чтобы я реализовал свой потенциал. Я не хочу просто моросить больше, не хочу больше страдать, не хочу больше что-то делать, не хочу больше как-то, ну, лебезить вот это вот все, пытаться что-то как-то выкрутиться, как-то что-то, что-то урвать. Я не знаю, нет вот этой тяги у меня Я просто устал, понимаете Я не то что морально, я физически и морально И вообще как-то геологически я сильно устал Я не могу просто, я уже просто не выдерживаю этого Просто вот блин, реально Я говорю, если бы не было родителей моих Я бы уже давным-давно наложил на себя руки И лежал бы уже давно, отдыхал Мне уже пофигу было бы, что тут происходит Ветер, тут снег, Дед Мороз, Новый год Вот это все мне пофигу было бы Поэтому я думаю, что 25-й год Это 100% последний должен быть год для меня лично Если я вот сейчас в данный момент В 25-м году Не поменяю свою жизнь Полностью на корню Тогда это точно будет последний мой год Потому что вот так же жить Вот так же в этой лачуге своей сидеть дома В этих четырех стенах, в которых я уже 26 лет буду сидеть Я не смогу Потому что это реально не то Что я ожидал от жизни, наверное, скорее всего Хоть я это осознанно сам выбрал, но это точно не то Что я хотел бы в жизни делать Поэтому я думаю, что 25-й год будет последний для меня Так что rest in peace, my nigga From the hood Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ты был лучший Грустно, конечно, это осознавать Но я спокойно к этому отношусь Потому что так все, что имеет начало Имеет конец Как я тысячу раз уже говорил Матрицу пересмотрел Ну, вы понимаете, о чем я, да? Наверное, все-таки я уже В данный момент думаю То, что белая полоса все-таки не наступает Ее просто не существует Все как есть, так оно и есть То есть, если все плохо То оно и плохо А если оно плохо Оно может быть стать только хуже Блин, я не знаю Я уже просто, может быть, слишком Слишком как-то негативно настроен на всю эту жизнь Слишком уже как-то Просто положил руки, так скажем Не положил одно То, что нужно ложить на все Ну, понимаете, о чем я дай С трех букв А руки Просто положил на себя вот так И готов уже, как говорится Отойти в мир иной Не то, чтобы я готов к тому, чтобы умереть Там еще что-нибудь Типа того, как в многих комментариях пишут О, а что ты так страдаешь? И вот тогда, если ты не хочешь жить, умри Это все равно, что говорит человеку С проблемами психологическими Или еще какими-то Знаете, я грустный У меня депрессия Не грусти Вот все Весь, как говорится Ответ на все вопросы Ну, понимаете, о чем я Всю зиму буду пить Так как это уже 33-й день Да, как я сказал, наверное Что я пью Всю зиму я буду пить После работы Я каждый день захожу за пивом Беру по 4 бутылки пива Мне уже становится мало Меня уже не берет, так как говорится Уже не торкает Я буду повышать градус Ну, градус, скорее всего, не буду повышать Потому что у меня даже одного запаха спирта Уже, как говорится Вот когда я даже укол делаю себе Супрастина У меня от одного запаха Вот этого спирта Который с жопой смазываешь Чтобы, ну, вы поняли Обеззаразить Короче, у меня даже Сразу рвотный рефлекс идет Ну, вы понимаете, о чем я, да? Поэтому вряд ли я стану алкашом Но, видимо, буду пивным алкашом Буду пить всю зиму И, короче, до теплых дней И потом уже дальше посмотрим Будет, что будет, как говорится Но я думаю, что я просто человек Который реально разочаровавшийся в жизни Я думаю, что ничего хорошего уже точно не будет Это 100% Всю жизнь пляшу по чужую дудку Собственно, своего мнения у меня никогда нет И не было, наверное Может, оно и есть Но оно никак не прорезалось Сквозь мою скромную, так скажем, натуру И поэтому все время мне говорят То, что мне нужно сделать То, что постоянно Даже вот есть вот даже люди Вот, когда я говорю Никто не пишет, да? Некоторые люди, которые мне пишут в телеграме Они все время мне говорят То, что мне надо делать Как мне лучше было бы сделать Как будто я сам не знаю Как мне нужно делать Нужно управлять своей жизнью, собственно Такое чувство, что у всех в жизни Все хорошо Только у меня у одного все плохо Ну, понимаете, о чем я, да? Все время какие-то советчики С левой стороны Все время какие-то Общественные какие-то мнения Постоянно кто-то Что-то кого-то осуждает Я вообще не хочу вариться во всем этом Я не хочу вариться в том мире Где каждый Друг друга осуждает Что бы кто ни сделал за спиной Что бы кто ни сказал Что бы кто вообще ни Как он выглядел Как внешний вид у него были бы Татуировки у него На лице На жопе Не важно вообще Мне вот лично Абсолютно все равно Если бы таких людей, как я Было толерантных, так скажем Больше, чем Обращают внимание И прям акцентируют Осуждают То, наверное, мир был бы намного лучше Хотелось бы сказать, что радужнее Но я не буду этого говорить Потому что сейчас запрещено Но это ладно Я имею в виду в плане того Что я, наверное, сам виноват То, что допустил То, что нет у меня своего мнения Так скажем Нет и не было никогда Наверное, и не будет Единственное мнение Единственное, что я себе могу позволить Это лишь записывать видео И то, если у меня какой-нибудь партнер бы появился С которым я записывал бы видео Не то, чтобы партнера Даже соратник, так скажем Подсобник Не знаю, как это еще назвать по-русски И, наверное, и то он бы там рулил Он бы, скорее всего, направлял Как нужно делать А я бы, как говорится Опять же, своя вот эта натура Моя вот эта вот скромная Может быть, даже в какой-то степени Скромная, мягкая натура Она бы прогибалась под этим человеком Поэтому я ни с кем не дружу Поэтому у меня и нет друзей Не было никогда И не будет никогда друзей Потому что я сразу понимаю То, что более сильные люди Они доминируют именно ментально Над слабыми людьми Такими, как я Ну, вы понимаете, о чем я, да? Я вообще в жизни никто Я ничего в жизни не добился Никогда в жизни ничего не добьюсь Я просто биомасса Я не понимаю вообще, зачем я существую Просто биомасса Которая просто оправдывает свое существование Которое не имело изначально никакого смысла И даже спустя вот Многие годы, которые я прожил Я понимаю то, что это на 100% правда То, что в этом мире Мир очень холод В нем очень холодно Как сейчас на улице Все люди очень злые Все время Кто-то что-то пытается Кого-то осудить Все время кто-то пытается Кого-то что-то как-то задеть Укусить В этом мире я не хочу вариться Жить, существовать Строить что-то У меня нет такого желания У меня нет такого вообще вот Просто, понимаете Нет такого Это еще мне повезло То, что у меня нет семьи То, что у меня нет детей Ничего нету вообще в принципе Ни имущества У меня нет ни имущества У меня нет ни квартиры Ни машины Ни детей Ни жены У меня нет абсолютно ничего Гол как сокол Вот как я есть, как будто бы мне, я не знаю Как будто я только родился вчера Мне абсолютно ничего нет И такие же у меня познания о мире Я как ребенок, как будто реально во взрослом теле Я понимаю то, что я ничего абсолютно не знаю То есть для кого-то пойти там, переехать куда-то, поехать в другой город Там в Питер, Москву, там или куда-нибудь Даже реально в тот же Владивосток Для него это вообще не ерунда Для него это как в магазин за хлебом сходить А для меня за хлебом сходить в магазин Это уже приключение То есть вот такой разный, разный, понимаете, тип людей Со здоровой головы на больную, как говорится, не перекинешь Ну или наоборот, как это говорится, ну понимаете, о чем я, да? Я просто очень тупенький, я не могу формулировать такие сложные предложения И поэтому я говорю то, что разные люди бывают И такие, как я люди, они обычно не выживают Они обычно просто досуществовывают до определенного возраста И потом просто погасают, умирают, растворяются И их просто нет И их сбывают очень быстро Потому что они никакой вклад не вносят Они никто, в принципе, в этой жизни Они не были все время никто Будут и так оно и есть Ну вы понимаете, о чем я, да? Поэтому я думаю то, что Я живу последний год В моей жизни ничего хорошего не будет Алкоголик начинающий На начальном этапе Я уже понимаю то, что это будет 100% То, что алкоголизм этот, он уже во мне сидит То, что это как демон, знаете Который спал все это время И вдруг он пробудился Тем более алкоголь на меня так не влияет плохо Как на других людей я не стараюсь агрессивным Или еще каким-нибудь типа того Я тихий, спокойный алкоголик Можно сказать, как пьяница Да, можно сказать Алкоголик это одно, пьяница это другое Это два разных понятия Поэтому я думаю то, что все-таки Все будет печально, грустно и очень плохо С девушками, естественно, не связываться Понятное дело, у меня нет Да куда мне? У меня ничего нету Естественно Вот назовите мне хоть одну девушку Которая смотрит мое видео сейчас Вот хоть одна девушка Вот которая смотрит Если она есть там Один присмотрел у меня процент видео Смотрит девушки У меня там по-моему 5% или там Ну меньше 10% смотрит именно девушки Которые зарегистрированы в ютубе Вот девушки, скажите Кто бы из вас стал со мной встречаться Зная то, что у меня много психологических проблем То, что я все время от всего отказываюсь То, что у меня ничего, ни кола, ни двора нету Еще и старый Вот просто скажите А многие говорят типа О, у тебя еще все впереди Нет, у меня уже все позади, как говорится Нужно было в свое время делать все то, что нужно делать Хотя многие говорят то, что можно и после 40 лет Как говорится Начать жить заново И все будет хорошо Но я в эту теорию не верю Проще сложить руки и отдыхать Ну понимаете о чем я, да? Вот и все Всем спасибо за просмотр Как говорится У кого есть лишняя деньга Как говорится Можете помочь независимому автору Артхаусного кино Который я еще не снял Я думаю, что я его сниму Когда потеплеет Ну понимаете о чем я, да? Хотелось бы конечно снять Какое-нибудь артхаусное кино Где именно снимается какой-нибудь человек Хотя бы поснимать Какого-нибудь другого человека Помимо меня Потому что мне надоело уже снимать Самого себя Ну понимать о чем я, да? Потому что видео получается однообразное Ну понимать о чем я, да? Хоть они и разговорные Но в принципе Одни и те же темы Я разжевываю все время Но это и ладно Сидите там Сверху В описании Также у меня есть группа для общения Там вообще 19 человек Раньше 75 было Сейчас 19 А тут даже люди сбегают Ну даже настолько социальные Как говорится Сети Не работают То что даже из них все сбегают Ну понимать о чем я, да? Поэтому ребята Спасибо, что потратили вообще свое время На мою нитью очередное И всем удачи Надеюсь у вас все будет намного лучше Все у меня Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok